Привет, будущие чемпионы! На связи Баннивур, и в этом гайде вы наконец узнаете, как управлять машиной во время направленного аэрролла и заставить ее полететь туда, куда вам нужно, не переставая вращаться. Наблюдая за разного рода фристайлерами и батиками Рокет Лиги, которые забивают мячи, вращаясь как дрель из под потолка, мы переполняемся вдохновением и с мыслью, а чем я хуже, идем во фриплей и пытаемся это повторить. Но вот незадача, каждый раз вместо красивых направленных аэрроллов, ваша машина улетает в ебеня. Знакомая ситуация. Давайте вместе разбираться, как это исправить. Для начала разберемся с базой и поймем, чем отличается обычная бочка от направленного аэрролла. Нажимая только кнопку бочки, вы с удивлением обнаружите, что тачка никуда не вертится. Чтобы это произошло, вам нужно добавить кнопку направления. Бочка плюс влево, машина вертится влево, бочка плюс вправо, она крутится, не поверите, вправо. Направленный же аэрролл это сочетание двух кнопок в одной. То есть с этим роллом направление нажимать уже не нужно, машина и так вертится в нужную сторону. А вот если все же добавить направление, возникают те самые фантастические траектории, недоступные для обычной бочки. Торнадо спин, обратный торнадо, ну и так далее. Еще раз, закрепим на примере клавиатуры, потому что это важно, это база и вам нужно понять, что обычная бочка это отстой. Направленный аэролл крутой. Итак, клавиатура, где обычная бочка это shift. Для обратного торнадо вам нужно нажать shift плюс а для вращения и еще раз кнопку а для обратного торнадо. Но проблема в том, что второй буквы а у вас на клавиатуре нет, поэтому с обычным shift обратный торнадо и обычный торнадо не получится. Направленный же ролл освобождает кнопку а, потому что ваша машина вращается уже без нее. Именно поэтому прогеймеры обычно не юзают бочку. С этим, надеюсь, разобрались. Идем дальше. Нафига вообще вращаться в воздухе, если можно летать как нормальный человек? Ну, во-первых, за счет вращения вы можете быстро менять траекторию своего полета, не снижая скорость в воздухе и не теряя драгоценного времени. Или подстроиться под любой, даже самый сложный мяч. Во-вторых, при ударе по мячу статичной машиной она получает обратную инерцию и после удара сильно снижает скорость или вообще отлетает в сторону. При вращении же этого почему-то не происходит и после удара вы можете последовать за мячом, ну и добить его в ворота, например, после отскока от бэкборда. В-третьих, летать таким способом это чистая эстетика. Ну, вы реально увидите игру под другим углом во всех смыслах. Иными словами, ваши яйца вырастут настолько, что вы сможете шлепать ими полбы своих платиновых оппонентов. Мотивирует? Тогда переходим к главному. В попытке освоить эр ролл каждый из нас приходит рано или поздно к карте кольца Литомира. Бати проходит ее издевательски виртуозно. Не прекращая вращаться ни на секунду, они легко меняют направление движения машины. Но есть одна проблема, когда мы пытаемся это повторить. Наше ведро с гайками вместо красивых пируэтов в нужную сторону просто улетает куда-то вбок в ебеня. И, кстати, будет улетать вечно, пока вы не поймете главный секрет и самую базовую механику, как это делается. Но об этой механике почему-то молчат абсолютно все русские гайдеры. Ну, натурально, это просто какой-то заговор. Серьезно, я пересмотрел десятки роликов на эту тему. Эти ебаклаки рассказывают о чем угодно. О мышечной памяти, об упорных тренировках, о полете на инверсии, о пользе этого навыка, о том, что нужно не расстраиваться, если что-то не получается. Да блин, они рассказывают обо всем, кроме главного. Как, блин, повернуть туда, куда тебе нужно во время вращения. И знаете, что самое смешное? У одного из них в комментариях прямо спросили, как вибрировать в нужную сторону. И он скинул ссылку на зарубежный гайд, мол, вот по нему он учился. И в самом начале этого гайда автор показывает механику поворотов. То есть, ну реально, умение передавать усвоенное у этого человека где-то на уровне собаки. Я надеюсь, что в детстве ему родители также объясняли, как правильно ходить на горшок. Ну то есть, рассказали обо всем, кроме того, что нужно снимать штаны. В общем, вот вам главный секрет управления машиной во время вращения. Буду показывать на примере левого эйрролла. Надеюсь, не нужно уточнять, что для правого все работает точно так же, только в обратную сторону. Итак, чтобы повернуть влево, вы ждете момента, когда машина повернется к вам крышей. И в этот момент, в эту секунду, нажимаете стик влево-вниз. Ну или кнопки SA на клавиатуре. Чтобы повернуть машину вправо во время кручения, вы опять же ждете тайминга, когда она развернется к вам крышей. Вот она разворачивается. И вы жмете стик вправо-вверх. Ну или кнопки WD на клавиатуре. Вот и все. Вот теперь, зная эту необходимую базовую механику, о которой почему-то не рассказал ни один русскоязычный ютубер, вы наконец сможете контролировать свой полет во время кручения. Ну а теперь бегите тренироваться и вырабатывайте ту самую мышечную память, которая действительно у вас образуется. И вы, не задумываясь, начнете поворачивать машину туда, куда вам нужно, не прекращая вращаться. Постепенно ваши пальцы привыкнуты, и вы научитесь крутиться без перерыва, чтобы вертеть эти проклятые кольца Литамира, сами знаете на чем. В конце ролика добавлю, что я сам сейчас нахожусь в процессе обучения, не только полетом, но и в принципе игре с нуля, потому что после полутора тысяч часов на клавиатуре, черт меня дернул перейти на геймпад. Если вам интересно, какие трудности приходится преодолевать, и как я пыхчу, потею и обучаюсь геймпаду с нуля, пишите в комментариях, я запилю серию роликов на эту тему. А заодно оставляйте запросы, на какие темы вам было бы интересно увидеть гайды. Да, и не забудьте подписаться на канал и воткнуть лукас этому ролику, единственно полезному ролику про направленный Airroll на русскоязычном ютубе. Ну, если он вам, конечно, помог. На этом всё, полного вам буста и удачных кик-оффов, увидимся в следующих роликах, ракетчики. Пока. Если ты долистал до этого момента, значит ролик тебе зашёл. Воткни лайк и напиши в комментариях, почему автор не шарит. Ну и подписаться не забудь, а мы с тобой увидимся в следующем видео.